Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами Светлана Веда. И сегодня я хотела бы несколько слов сказать о предстоящем событии. 8 апреля 2024 года у нас будет полное солнечное затмение в Овне. И об этом я уже записывала видео. Кстати, кто не смотрел это видео, обязательно посмотрите. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Там я рассказываю про все знаки зодиаков, кого коснется и в какой сфере жизни коснутся эти затмения. Начались затмения у нас с вами 25 марта. Это затмение было в Весах. Это гармоничное затмение, когда каждый человек стремился найти общий язык с оппонентом. А предстоящие события 8 апреля, это будет полное затмение, солнечное затмение. И причем это затмение будет красивым, потому что при затмении у солнца будет большая красивая корона. Наблюдать это затмение будет приятно глазу. Многие считают, что на затмение не стоит смотреть, якобы случится что-то неприятное. На самом деле я хочу вам сказать следующее. Если вы смотрите на затмение, вот те мысли, то, что у вас сейчас находится в душе, в сердце, вот эти эмоции, они будут усиливаться. Если, конечно же, в человеке много ненависти, злобы и каких-то негативных эмоций, они только усилятся. И у человека будут проблемы в ближайшие полтора-два года. Но если же у вас на сердце мир и покой, если ваши помыслы чисты и вы смотрите на затмение, поверьте, ваши эмоции только усилятся. Это, в принципе, касается абсолютно любого затмения. Итак, возвращаясь к 8 апреля. Чем же знаменательно это затмение? А тем, что вблизи этого затмения будет пролетать комета, дьявольская комета, как ее привыкли называть, которая приближается к нашей планете Земля один раз в 71 год. В прошлый раз она 71 год назад приближалась к нашей планете Земля. На самом деле дьявольская планета. Почему? Потому что она образовывает такой ледяной вулкан. И иногда он, конечно же, извергается. Эту комету можно будет посмотреть невооруженным глазом. Если вы, допустим, россиянин, да, из России смотрите, то смотрите на юго-запад. И лучше всего смотреть там, где не освещены улицы. То есть, может быть, какие-то деревни, села или города вдалеке от освещения. Вот там вы сможете очень хорошо увидеть эту комету. Что несет это затмение 8 апреля? Конечно же, это затмение, как я и сказала, будет в Овне. Это абсолютно противоположность затмению Веса, где каждый искал компромисс. Затмение в Овне, это все меняет в нашей жизни. Абсолютно. И те люди, которые были пассивные и считали, что у них, может быть, нет энергии. Вот сейчас они прям почувствуют силу такую энергетически. Заряженность какую-то, да, ресурсность. И пойдут вперед. А вот люди, которые были энергичны, они, возможно, как-то будут тухнуть. И какое-то затишье будет наблюдаться в их жизни, в их настроении, в их эмоции. Конечно же, затмение – это такой, знаете, всплеск эмоций. И эмоциональный фон, он может отразиться и на физическом фоне. Поэтому не рекомендуется на любом затмении, и на этом особенно, начинать что-то новое. Тем более у нас идет ретроградный Меркурий, стрижки, маникюр, педикюр, салоны красоты, уколы красоты категорически нет. Какие-либо операции, если это, конечно, вам не угрожает жизни и смерти. Я сейчас слушаю, птички поют, если вы слышите, это просто чудо какое-то. То есть операции, конечно, плановые нельзя делать, перенесите их хотя бы на конец апреля, а лучше всего на май. Май месяц – прекрасный месяц, там не будет ретроградных планет, там можете что-то планировать. Но если вопрос стоит между жизнью и смертью, конечно, нужно делать, если врачи говорят так. Конечно же, покупки, крупные покупки, знакомства с людьми, также стоит все-таки перенести это все на май месяц. Но еще, знаете, не всегда так бывает, потому что в коридоре затмения бывают кармические встречи, когда этот человек нужен вам для того, чтобы вы отработали какие-то задачи, какие-то цели поставленные, дошли к этим целям именно, может быть, с этим человеком. Поэтому не все так критично, скажем, и не все так, это сугубо лично. И все-таки, если вот вы чувствуете, что не стоит, то не стоит вкладывать куда-то крупные финансы свои, купли-продажи такие серьезные делать, замуж выходить, жениться тоже. Лучше всего перенести эти прекрасные события. Ну и, конечно же, кто-то опасается, как же, если кто-то родился в затмении, как это повлияет на жизнь и будет ли это хорошо или плохо. Ребята, это никак не влияет на человека, плохо это или хорошо. Это зависит от проработки самого человека, насколько человек проработанный, насколько он живет в минусе или в плюсе в этой жизни. Еще раз, дорогие мои друзья, я хотела бы вам сказать, что в описании к этому видео вы найдете ссылочку, где я рассказала про каждый знак зодиака, что вас коснется, какие сферы коснутся вас конкретно по этому затмению. Ну что же, любите друг друга, цените друг друга. Сегодня, кстати, чудесный день. Я вышла покормить птиц. И вы слышите щебетания этих милых созданий? Напишите в комментариях, слышны их или нет. Такое удовлетворение получила просто от общения с природой, с птицами, тишиной, спокойствием, свежим воздухом. И вот это затмение, и вообще, как, впрочем, и другие затмения, конечно же, что нужно делать? Это, знаете, притаиться и выждать какое-то время. А тем более это, знаете, как притвориться мертвым, как говорится. Не начинайте ничего нового. Очень хорошо миротворческая деятельность, благотворительность, созидание, медитации, походы к психологу, тарологу, астрологу. Занимайтесь эзотерикой. Прислушивайтесь к каким-то знаком. Слушайте почаще вот такое щебетание птиц, да, мурлыканье, мурчание кошки или похрапывание вашего пёсика. В любом случае сливайтесь с природой, и это будет намного лучше и гармоничнее, нежели вы будете поддаваться каким-то выплескам по овну. Потому что это действительно затмение в овне, оно как раз-таки совпадает с новолунием в овне. И действительно, это будет такая энергия прорывная, когда захочется встать и что-то сделать. В плюс или в минус, это будете решать только вы. Всем мира, добра, счастья. Самое главное, верьте в свою мечту, потому что мечты сбываются. Ваша сбудется обязательно. Всех люблю, всем пока-пока. Сегодня у нас благотворительный день. Кормим птиц. Пшено, очень они любят пшено. Вот такая вот чудесная погода, солнышко, сказка. Конец марта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...